Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видео уроке я хочу показать вам, как добавить в свою презентацию звук. Вот вы видите, у меня уже проигрывается презентация, но без звука она совершенно непонятно, не очень красиво и смотрится скучновато. Поэтому для того, чтобы у нас был очень хороший видеоролик, нам необходимо сюда добавить звук. Я останавливаю свою презентацию и приступим к работе. Вот у нас есть кнопочка музыка. Нажимаем на нее, нажимаем на плюсик, добавить звуковой файл. Выбирайте на своем компьютере тот файл, который вам нужен для вашей презентации. У меня это поздравление. Открываю. Вот у нас появилось окно. Новое. Теперь мы его закроем и посмотрим, что у нас получилось. Я нажимаю на воспроизведение и смотрим. Множество чудес и тайн на свете, но всего загадочный вопрос. Вы видите, что у меня слова, песни не совпадают с кадрами моей презентации. То есть у нас получается очень длинное вступление. Чтобы это исправить, мы опять заходим в музыку. И теперь заходим на растание и понижение звука. Вот нажимаем вот эту кнопочку. Значит, прежде всего нам нужно уменьшить вступление. Для этого мы берем вот этот бегуночек начало презентации, не начало музыкального трека. И немножечко его уменьшаем. Можем прослушать. Множество чудес и тайн на свете, но всего загадочный вопрос. Ну вот где-то на этом месте, я думаю, будет нормально. Значит, опять-таки, еще у нас презентация, вернее, звук начинался очень резко, очень громко. Чтобы этого не было, нужно сделать нарастание звука. Нарастание звука делается вот этим вот квадратиком. Давайте теперь опять прослушаем, что у нас получилось. Ну вот, вы слышите, что нарастание плавное. Я специально сделала очень большое нарастание, чтобы вам было лучше слышно и понятно. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Нажимаем ОК и идем в нашу презентацию. Тут тоже закрываем это окно и слушаем, что у нас получилось. Множество чудес и тайн на свете, но всего загадочный вопрос. Из какой капусты вырастают дети? Ну вот, мы немножечко подогнали музыку под нашу презентацию. Вы видите, теперь слова совершенно четко совпадают с кадрами. Ну вот, в общем-то и все. Для данной презентации этого достаточно. Полностью презентацию вы можете посмотреть в рубрике «Мои работы». Она называется «Новая сказка». А на что я хотела еще обратить ваше внимание. Вот давайте зайдем еще раз в музыку. Вот наша звуковая дорожка. Значит, нарастание и понижение звука мы выяснили. Давайте еще раз посмотрим. Значит, понижение делается точно так же, только с обратной стороны. Вот мы можем окончание дорожки закончить ее раньше. Вот мы можем сделать понижение. Теперь, значит, мы можем поменять громкость слайда по умолчанию. Вот у нас она стоит 100%. Мы можем поменять ее чуть больше, сделать чуть меньше. Если у вас будет несколько звуковых файлов, то, возможно, это вам пригодится. То есть для каждого файла можно сделать свою громкость. Так, и теперь еще, если вдруг вам нужно сделать смещение дорожки в какую-то сторону, то вот здесь вот можно поменять, несколько секунд поставить. Вот если я поставлю, например, 15 секунд и нажму ОК. Вот вы видите, здесь видно, что слайд у меня начинается раньше, а звуковая дорожка через 15 секунд. Это тоже может быть важно для ваших презентаций. Ну вот, в общем-то, и все. На этом наш видеоурок закончен. Всего вам хорошего. До новых встреч. До новых встреч.